Всем привет! С Вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! Сегодня мы с вами будем мастерить нежные винтажные елочки на подставках с нуля в стиле шебешик. Для работы понадобится гибкий тонкий картон, бумага, гофрокартон, тонкая ткань белого и розового цвета. Конечно же цвет ткани вы можете выбирать на свое усмотрение под свой интерьер, а также понадобится крупный и средние бусины, деревянные шпажки, крышки от пластиковых бутылок разных размеров, бумажные полотенца или туалетная бумага и клей ПВА. Сначала будем мастерить подставочки. Подобные стоечки для пасхальных яиц я уже делала ранее, ссылку на этот мастер-класс вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Для основы стойки подойдут круги из гофрокартона склеенные между собой либо пластиковые крышки средних размеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также можно использовать крупную пуговицу, в серединке которой необходимо сделать отверстие. Я его сделала термопистолетом. В верхней части можно также, как и внизу, приклеить гофрокартон или, например, приклеить вот такую крышку, вовнутрь которой необходимо будет вклеить около двух слоев гофрокартона, чтобы все крепко держалось. Для украшения стойки можно использовать различные материалы, такие как мелкие ракушки, бусины, полубусины. В данной работе я даже применила кусочек от резинки для волос. Также стойку можно украсить узким кружевом или отисками из молдов, но такие украшения необходимо будет приклеивать немного позже. Далее основу оклеиваем бумажными полотенцами или туалетной бумагой. Используем смесь клея ПВА с водой в равных пропорциях. Кусочки бумаги необходимо клеить внахлёст. Основу также можно оклеить куском капрона, пропитанным клеем ПВА. Вот такие стойки у нас получились. По желанию стойку можно украсить отливками либо оттисками из молдов. Для этого используйте любую массу или термоклей. У меня есть отдельный мастер-класс по отливкам из термоклея в молдах. Ссылку на него вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Окрашиваем стойки в серый цвет. Далее при помощи спонжа наносим немного белой акриловой краски. По желанию можно украсить, дополнить работу контурами. Добавляем немного серебра или перламутра и покрываем акриловым лаком. Я использую строительный шелковисто-матовый лак. Теперь приступим к изготовлению верхней части елочек. Сначала сделаем елочку с розами, а затем воздушную белую. Для работы понадобится любая тонкая ткань подходящего цвета. Я использовала фатин и подкладочную белую ткань. Для основ моих елочек я использую гибкий картон, бумагу и гофрокартон. Для прочности конструкции плотно сминаем бумагу и наполняя внутреннюю часть елочки. Нижнюю часть подклеиваем кругом из гофрокартона. Для примера буду показывать на белой сыпучей ткани, чтобы было понятнее и лучше видно. Вдоль полоски равномерно загибаем вовнутрь одну и вторую сторону, а затем складываем деталь пополам. Далее сворачиваем ее в плотный жгут и скручиваем в рулет, фиксируя каплями термоклея. Конечно, это все можно сделать иглой, но термоклеем все-таки быстрее. Размеры полосы зависят от используемой ткани. В данном случае ширина полосы 4 сантиметра, а длина 19 сантиметров. Если вы используете ленты или фатин, то края загибать вовнутрь не нужно. Полоску сразу скручивайте в жгут и формируйте цветок. Так как розочки у меня будут приклеены плотно друг к другу, то оклеивать я буду только донышко основы. Вырезаем круг с запасом около 1 сантиметра. На донышко равномерно наносим полимерный универсальный клей. Также можно применить клей ПВА. А дальше пользуемся термопистолетом. Розы начинаем приклеивать снизу вверх. Розы начинаем приклеить снизу вверх. Розы начинаем поклеивать снизу вверх. Розы начинаем прогрессит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее делаем воздушную белую елочку. Субтитры создавал DimaTorzok Ткань нарезаем на квадраты размером 8х8 см. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для двух верхних лепестков понадобятся детали размером 9х9 см. И они делаются немного по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получилась вот такая оригинальная нежная воздушная елочка. Субтитры создавал DimaTorzok Также хочу для примера вам показать, как выглядит обычная еловая шишка на такой подставочке. Шишка окрашена в розовый цвет и приклеены различные подходящие бусины. Субтитры создавал DimaTorzok В нашей жизни происходят самые светлые и положительные события. Всем моим подписчикам и гостям канала желаю счастливого Нового года и Рождества! Благодарю за лайки, за поддержку, за комментарии. К сожалению, не всегда могу вовремя ответить на комментарии, потому что просто банально не хватает свободного времени. Также хочу напомнить, что в описании под моими видео есть ссылка на страницу Евгении Волошиной и ее приюта Мохнатые хвостики. Это приют домашнего типа. В приюте находится более 65 собак и кошек. Евгения сама ухаживает за животными, ей очень сложно. Приюту всегда требуется корма, подстилки, медикаменты. Если у вас есть возможность, прошу поддержать приют Мохнатые хвостики. Все вопросы вы можете задать личной Евгении, пройдя по ссылочке. Ссылка на ее страницу в Фейсбуке. Огромная-огромная благодарность всем, кто уже помог этому приюту. Спасибо за ваши добрые сердца! Всем вам желаю мира, добра, любви, благополучия и всего самого-самого волшебно прекрасного! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok